Всем привет! С вами я, Дмитрий Флеско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Приготовьтесь, сегодня будет много текста, много очень полезных тонкостей. И тем, кому Ленсию дело смотреть, знайте, в самом конце ролика вы всегда можете прочесть основные этапы рецепта в титрах. Итак, Валенсия или на испанском коммунидат Валенсиана, Валенсийское сообщество, это родина паэльи. Этот коммунидат состоит из трех провинций Костреон, Валенсия и Аликанте. Я живу как раз в последней, буквально в паре километров от границы с провинцией Валенсия. В каждой провинции свои заморочки с приготовлением. И это не считая того, что разновидностей паэльи многие тысячи. И несмотря на такое огромное разнообразие и жуткую популярность этого блюда, найти реальное место, где готовят паэлью вкусно, очень сложно. Я пробовал разную паэлью в сотне, наверное, разных мест и в подавляющем большинстве случаев ничего, кроме жесточайшего разочарования, не испытывал. Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить те паэльи, которые были действительно вкусные. Причем три пальца из этих уйдет не на рестораны. Вот одну, кстати говоря, готовил совершенно потрясающий Володя. Вы его видели в ролике. Мы с ним готовили паэлью тоже. Щелухите сюда и посмотрите. Главная проблема паэльи вообще в том, что подавляющее большинство поваров, даже самых известных, самых известных телеповаров, готовят не паэлью, а какие-то свои фантазии на тему паэльи, упуская чрезвычайно важные тонкости. Поэтому на выходе они получают рисовую кашу. Сегодня приготовлю паэлью, демориско и бакалаву, то есть с морепродуктами и треской. Использовать буду замороженные продукты. Слов нет, если у вас есть свежие продукты, это великолепно. Но если вы будете использовать те тонкости, о которых я сегодня расскажу в приготовлении паэльи, то даже при использовании замороженных продуктов вы на выходе получите такую паэлью, что 95 человек из 100 в ресторанах Валенсии, рестораторов, просто будут скрипеть зубами от зависти. А уж шеф-повара Мадрида и Барселоны просто сразу повесятся. Итак, начнем. Вам понадобится купить зубатку с хребтом. Килограмм будет достаточно. Я посмотрел, продают ее, например, в Метро Кашенкере. Размораживайте аккуратно в холодильнике, снимайте шкуру с плавниками, отделяйте хребет. Мясо можете съесть, допустим, в жареном виде или в ухуд отправьте. А вот шкура и хребет вам понадобятся для бульона. Кроме того, понадобится кусок трески, тоже со шкурой, с хребтом. Тоже килограмм будет достаточно. В Метро Кашенкере тоже есть. Я не настаиваю именно на метро. Выбрал его для примера, только потому, что он сетевой и буквально в каждом крупном городе России он, наверное, есть. Хребет трески и шкуры и плавники пойдут на бульон. Вот такой бульон вам нужен. Вообще для него пойдут головы и хребты любой морской белой рыбы. Красная не годится для этого дела. Берете морковь, берете лук, рубите достаточно крупно, обжариваете прямо в кастрюле на достаточно сильном огне при помешивании минут 10-15, чтобы мягче начали становиться. После чего добавляете в панцире креветок, можно такую пригошную хорошую. Тоже обжариваете минут 5, перемешивая. После чего кладете туда вот эти головы и хребты, разливаете водой, добавляете парочку лавровых листов и варите. Это 30-60 минут. Это непринципиально. Варите при достаточно таком видном кипении. То есть среднее кипение должно присутствовать. После чего процеживаете, разливаете по пакетам и замораживаете. А если вы еще при варке бульона будете использовать лук-порей и белую и зеленую часть, будет просто вообще бомба. Кроме того, надо будет найти в супермаркете в отделе заморозок зеленую фасоль, плоскую такую. Ее тоже нашел на сайте Медрокэшнкэрри. Не найдете замороженную или свежую, берите такую, какую найдете. Внимание, теперь очень важный момент. Это первый. Потребуется вот такая белая, большая, плоская фасоль. Ее можно найти в заморозке в готовом виде, можно найти в консервных банках. А можно в сухом виде купить. Если нашли сухую, то замачиваете на 8-12 часов в воде с добавлением щепотки пищевой соли. Затем промываете прохладной водой и варите до мягкости на очень слабеньком огне под крышкой. Как сварилось, процеживаете, перекладываете в полиэтиленную пакет и храните в морозилке, так же как бульон. Отличная заготовка. Внимание, теперь необязательные ингредиенты для украшения. Несколько крупных креветок в панцире, кучка мидий. Можно купить больших замороженных, половинками. Это креветки не вареные, красный цвет, потому что порода такая. Остальные ингредиенты прочитайте в конце ролика. Подготовка. Лук надо нарубить мелким кубиком. Красный перец делим на части. Одну часть нарежу на четыре таких длинных куска. Это для оформления, для украшения паэльи. Остальное рублю мелким кубиком. Свежий крупный помидор натираю на терке. Заранее надо подготовить вот такую вот штуку. Называется махада. Это нарубленная мелко петрушка и свежий чеснок, залитый оливковым маслом экстравержин. И это вторая тонкость приготовления паэльи. Обычно жарят либо просто на рафинированном масле, либо, может, экстравержин возьмут. Но обжаривать все овощи нужно на ароматизированном масле, ароматизированном петрушкой и чесноком свежими. Теперь с рыбой нарежу кусочками, небольшими, на один укус. Все, панирую в муке. Пусть лежит. А сейчас начнем, собственно, готовку. Внимание, третья тонкость. Количество риса на размер сковороды. При приготовлении паэльи рис должен лежать очень тонким слоем, то есть на большой площади. Тогда площадь спарения высока, бульон быстро выкипает, быстро концентрируется, и рис пропитывается всеми этими ароматами и не успевает располоситься в кашу. Если это же самое количество риса и это же самое количество бульона положить в небольшую сковородку, то площадь спарения будет меньше. И пока он будет выпариваться, рис расползется в кашу. Вот это вот паэльеры с диаметром на 43 сантиметра. В ней можно приготовить паэлью максимум на 6 персон. Максимум. А вот эта сковорода с диаметром на 28 сантиметров. Ее хватает только на 2 порции паэльи, только на 2 персон. Хотите больше порций, используйте, в конце концов, 2 таких сковороды. И да, важен диаметр дна, а не верхней части. Так, раскочегариваю горелку. Паэльеру сюда. И сразу масло. Вот это вот самое из Махада. Пока только масло, без петрушки, чеснока. Они сгорят. Масло у нас уже ароматизировано. В нем начинаем обжарку. Креветки для украшения сначала. Сразу в панцире, естественно. Потому что, во-первых, хитин при обжарке тоже дает вкус и аромат. А во-вторых, в панцире креветка выглядит более красиво. Некоторые очень любят его пить. А как это потом есть? Руками? Ну, для начала вы раков-то руками едите и ничего, не разваливаетесь. А во-вторых, если уж вам это так неприятно, учитесь пользоваться вилкой и ножом. Переворачиваем. Пусть со второй стороны так же подрумянится. Так как при приготовлении своей пыли вы наверняка будете использовать замены продуктов, то очень важно, чтобы присутствовал здравый смысл при тепловой обработке, при закладке продуктов. Смотрите, для того, чтобы рис приготовился, ему нужно 18 минут. За это время любая креветка сначала пережарится, потом в рисе с бульоном будет вариться, она высохнет начисто, просто будет как резиновая. Рыба за это же время расползется в хлам. Если вы готовите мясную паэлю, там куриную, к примеру, то курица за 18 минут не успеет стать мягкой. Свиные ребрышки, если вы будете использовать, тоже не станут мягким, мясо не будет отделяться от костей. Поэтому порядок закладки вы меняете, исходя из имеющихся у вас продуктов. Смотрите, обжарились креветки, откладываю их в сторону. Я сюда отправляю перец. Его надо подпалить, но не доводить до готовности. Эти кусочки для украшения, они должны остаться целенькими после того, как мы их обжарим, а потом еще будем варить какое-то время. Смотрите, в паэле с морепродуктами очень хороша кислинка, поэтому и лимоном ее поливают после того, как она приготовилась. Очень будет хорошо, если вы в магазине найдете маринованные вот такие вот консервированные артишоки. Очень классная штука. Это не обязательно добавка. Ну, черт возьми, она так классно украшает вкус паэлей. Ну, естественно, если вы их раньше не пробовали, то вам к вкусу надо будет привыкать. Эти испанец, например, будет шарахаться от квашеной капусты, а немца или русского от нее за уши не оттащишь. Ну, такая же ерунда и с артишоками. Если вы их раньше не пробовали, то, скорее всего, вам вкус покажется несколько необычным. Так, перец. Видите, вот эти подпалинки очень важны, они дают такой классный-классный аромат. Но перец еще не прожарился до конца, он еще достаточно упругий. Все, снимаем его. Пусть полежит в сторонке. И на сковороду отправляется рыба. И не надо ее жарить до готовности. Нам важно сейчас получить корочку и сразу же снять с огня. То есть обжарка только ради вкуса вот этой самой поджаренной рыбы. До готовности она будет доходить уже потом в бульоне. И вот на этом этапе добавляю оставшуюся махаду. Здесь уже важен нам аромат и петрушки, и чеснока. И пусть он сразу пропитывает эти кусочки рыбы. В больших ресторанах, особенно на побережье, много туристов. Турист все сожжет. Поэтому там спешат, готовят паэлью по сильно упрощенной технологии. Сразу вываливают на сковороду все морепродукты, все овощи. Все вместе дело обжаривают. Потом риса насыпали, бульоном залили. Все дождались, когда он впитается в рис. И все, готово. И наплевать им, что одни продукты не доготовились, другие переготовились. Короче, безобразие там творят. Дома вы готовите для себя. Можно ответственно отнестись к процессу. Все, рыбу снимаю с огня. Кстати, вот рыба рыбе тоже рознь. Например, морской черт, он же удильщик. Он имеет плотное мясо. И его можно не убирать со сковороды. Каракатица тоже длительной варки мягче становится. Так что важно понимать, сколько каждому из продуктов требуется времени для приготовления. Теперь нужно поджарить овощи. Сначала сюда лук и сладкий перец. При обжаривании лук и сахара и сахара перца карамелизуются. Дадут сладость такую классную. Будет просто отлично. Песня. Можно добавить фасоль. Напоминаю, что белое у меня уже готовое, отваренное. При помешивании теперь жарим еще минут пять. Масло в сковороде напиталось ароматами рыбы, креветок. Сейчас еще овощи туда все вмешаю. Будет просто такой классный, обалденный букет. Лишняя влага выпаривается. Супер. Все, пора добавлять протертые томаты. И жарим еще пять минут, чтобы лишняя влага сейчас выпарилась. Что касается риса. Нужен круглозерный, не крупный. Удобнее всего, конечно, готовить с испанским рисом сорта бомба. Еще лучше с сортом бомбы, который произрастает в провинции Каласпара. Но где вы его будете искать? Найдете, видите, обычный краснодарский. Вот арборио не очень хорош. Он слишком много клейковины, вот этой вот липкости выделяет наружу. Очень неплохо сюда подходят японские для суши. Если весь чистый, промывать не надо. Если уж очень грязный, ну, промойте и просушите. Теперь немного раздвигаю овощи в центре. И вот сюда щепоточку шафрана. Буквально на минуту, его не нужно долго жарить. Вообще, шафран в паэлле, что бы там ни писали, ни говорили, это очень большая редкость. Во всех ресторанах, в 99 случаях и 100, если только готовят паэлле не перед туристами, используют краситель, специальный колорант называется. Если готовят в пределах провинции Аликанте, то для подкрашивания используют пасту специальную сальмаретту. Я вам показывал в других роликах с паэллей. Внизу, под роликом, в описании тоже ссылочку вам дам. Сегодняшняя паэлля готовится без сальмаретты, но с шафраном. И добавляем рис. И сразу приправлю сладкой паприкой. Рис надо обжаривать минуты 3-4. Масло от оливка у нас пропиталось всеми вкусами и ароматами. И сейчас это масло впитывается в рис. В результате рис станет совершенно обалденным и ароматным. И, кстати, при дальнейшей готовке будет такой более аккуратный. Что касается количества. На одного человека требуется 80-100 граммов сухого риса. То есть можно считать так, что на 340 граммов риса 1 литр бульона. И вот это вот количество у нас на таких 4 нормальных порции. Все обжарилось. Теперь бульон сюда. И увеличиваем нагрев. Нужно добиться интенсивного кипения. Сразу быстро разравниваем рис, чтобы он таким равноверным слоем по всей поверхности сковороды у нас распространился. И после этого уже не трогаем. Готовим так 10 минут. 10 минут прошло. Все, выкладываем сюда рыбу равномерно. И мидий сюда же. Да, и несколько штучек артишоков для пикантности. Все, ждем еще 5 минут. Огонь уже убавил до ниже среднего. Теперь украшение обжаренной креветки и сладкий перец. Какая красота. Еще 3 минуты и выключаю нагрев. Сразу после выключения надо будет накрыть паэлью. Для такой здоровенной паэльеры я не стал покупать крышку. Обхожусь, как и подавляющее большинство испанцев, фольгой. После того, как фольгой накрыли, выключив нагрев, нужно оставить паэлью в покое минут на 15-20. За это время рис дойдет до окончательной стадии готовности. Про лимон я говорил вначале, помните, да? И вот он, долгожданный момент. Убалденно. Рис пропитывается всеми этими ароматами. Он классный. Суперский. Очень важно использовать именно extra virgin масло оливковое. Оно ароматное, оно с легкой горчинкой. Оно придает здесь именно вкус. То есть масло здесь не как смазка для того, чтобы ничего не пригорало. Нет, оно ради вкуса здесь. И бульон. Чем более насыщенный бульон вы используете, более яркое получается блюдо. Так, ну, что нас сейчас теперь по плану? Давайте я попробую, наверное, мидию. Так, вот смотрите, какая замечательная. Ну-ка. Классно. Вот это классно. И креветка. Мастер-класс по разделыванию креветок. Я плохо обращаюсь с ножом и вилкой, но креветку вам разделю. Так, сначала отделяем голову. Теперь вот так вот накололи вилочкой. И вот эти вот чешуйки панциря снимаем. Можно по две, можно по одной, как вам удобно. Так. Ну и креветочка. Вкусная, классная, сочная, не пересушена. Вот это важно. Если, допустим, вы будете использовать уже чищеные креветки, только не берите вареные. Берите серенькие, которые еще не варились. То их в самом начале обжариваете, так же, как вот обжаривали вот эти самые нечищенные. Убираете со сковороды, они у вас лежат. И кладете обратно в сковородку буквально за три минуты до окончания готовки. Чтобы они только прогрелись. Да, вот на рисе. И немножко отдали свой аромат. И будет классно. Короче, как видите, смысл приготовления паэлии – это те продукты, которые у вас есть, закладывать ровно в том порядке, чтобы к моменту окончания готовки они все были равномерно приготовлены, не пересушены, не недоготовлены. Были идеальны. Почему важно использовать вот эти вот бобы большие, крупные? Они сладковатые, они крахмалистые. Они дают очень классное счет. Знаете, как кусочек картошки как будто. Ну, кажется, чтобы расползлась, а боб такой целый остается. Это классно. И еще раз. Где-то свежая рыба. Замечательно. Нет свежей, есть мороженое. Готовьте. Это классно. Это просто. Это здорово. И лимончиком болеть нужно обязательно, конечно. На этом позвольте завершить свое повествование. Чтобы не пересматривать весь ролик, если соберетесь готовить, в самом конце ролика в титрах идет описание краткой основных этапов готовки. Огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты, за компанию. Всем пока. Я еще поем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова